В Крыму больше тысячи нелегальных свалок, и каждая из них потенциально несет в себе угрозы. Особенно летом, когда уровень пожароопасности вырастает. Отходы при горении выделяют ядовитые вещества, которые очень опасны для людей. И хотя некоторые территории, как например под Симферополем, пытаются привести в порядок, местные волонтеры говорят, что существенно это на общую ситуацию не влияет. Эта свалка за селом Красновка представляет из себя траншею с разным мусором. Ее длина десятки метров. Она опасная для животных здесь. Часто пасутся лошади. Это для них преграда неприродного характера. Это похоже или Нива, старенькая, или УАЗик. Вместе с количеством свалок пропорционально увеличиваются и масштабы проблемы. Причем довольно быстро. Вот, к примеру, кадры из Севастополя. Здесь строительный мусор вырос до 5 гектаров всего за несколько месяцев. Ежедневно десятки грузовиков сваливают сюда тонны отходов. В городе уже несколько лет с этим борются, но малоэффективно. И только на бумаге. Местные активисты решения видят в увеличении штрафов. Но подконтрольный Кремль у власти Севастополя внедрять их не торопятся. Гоняться за каждым автомобилем фактически невозможно. Для этого нужно иметь огромный штат сотрудников, которые будут отслеживать всю эту систему. Достаточно будет один раз это все остановить. Автомобили арестовать, виновных найти, наказать. Обязать не просто выплатить штраф, но и компенсировать экологический ущерб. Обязать этих людей, допустивших незаконную свалку строительного мусора, утилизировать, ликвидировать эти свалки и утилизировать их официально. И тогда вполне возможно в следующий раз они подумают, стоит ли заниматься такой незаконной деятельностью. Еще один полигон строительных и бытовых отходов образовался на въезде в Севастополь. Жители, чьи дома расположены поблизости, уже несколько лет заложники этой ситуации. Как только туда приехали журналисты, свалку, казалось, начали убирать. Но вывезли лишь малую долю. Остальное, строительные отходы и автомобильные покрышки, так и оставили вдоль дороги. В том, что ранее просьбы горожан игнорировались, севастопольцы винят бывшего российского губернатора города Дмитрия Овсянникова. Безобразие, бесконечная свалка, везут все, кому не лень сюда, строительный мусор, всякий разный вообще непонятный мусор. Вот посмотрите сейчас, резина валяется. Эта проблема была создана при молодом технократии Овсянниковой. Ранний мусорозборник находился где-то в метрах 500. И по жалобам жителей его взяли и перенесли к другим жителям. Стихийные свалки в Крыму появляются даже на туристических маршрутах. Бесчисленные полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки становятся неотъемлемой частью пейзажей полуострова. Причем нередко туристы оставляют такой мусор в заповедных зонах, прямо среди краснокнижных растений. В 2011 году Украина утвердила государственную программу «Экологически безопасный Крым». В степной части полуострова должны были построить четыре крупных мусороперерабатывающих завода. Вслед за этой программой в 2013 приняли еще одну. Но ничего из этого сделать не успели. В 2017 российские власти крымчанам пообещали уже шесть заводов. На разработку проекта потратили почти 40 миллионов рублей. И пришли к выводу, что оптимальнее построить три экотехнопарка. Это комплексы, которые специализируются на сортировке и переработке бытовых отходов. Но вот уже 2020-й, а идея так и не реализована. И виноваты в этом, по мнению российских чиновников, сами жители полуострова. Когда первый вариант еще в начале года этого рассматривался, было три экотехнопарка. Где они должны были находиться? Это село Суенево, Ленинский район и Садский район. А сейчас какая-то проблема с ними возникла, я так понимаю, да? Ну да, когда начинается ближе к делу, всегда находится какое-то население или еще что-то, которые говорят, что мы не хотим, чтобы мусор был рядом с нами. Пусть он уедет куда-то там. Ну, такой экологический эгоизм. Сейчас из Крыма отсортированный мусор отправляют в Краснодарские и Ставропольские края соседней России. Иностранные инвесторы, которые были готовы вложиться в сферу переработки, после 2014 года свои проекты закрыли. А найти российских, само провозглашенные власти полуострова не могут до сих пор. Меня зовут Милена Амеди, это телеканал «Дом». Чтобы быть в курсе самого интересного, подписывайтесь на нашу страницу в Facebook и на канал в YouTube. А еще пишите нам о том, что происходит у вас дома. Пока! Субтитры подогнал «Симон»